А в Астане сегодня прошел вечер памяти казахстанского ученого, одного из основателей Отечественной школы археологии Кемаля Акишева. Здесь собрались его родные, друзья, коллеги и ученики. В этом году Кемалю Акишевичу исполнилось бы 100 лет. С его уходом закрылась целая эпоха изучения быта и культуры Средневековья. Впрочем, коллеги археолога говорят, что он был специалистом широкого диапазона. Изучал памятники эпохи бронзы, раннего железного века, а также историю ранней архитектуры. В 1999 году, например, Кемаль Акишев возглавил раскопки близ Астаны. Там же было обнаружено городище Базок. Оно не является самой крупной его находкой, но, по словам многих ученых, гораздо более важна значимость объекта. Все артефакты говорят о том, что Базок в разное время был населен жителями четырех временных эпох. Тюркского хаганата, Кипчакского ханства, Золотой Орды и Казахского ханства. Главным же открытием Акишева стал археологический комплекс Истыкского захоронения неподалеку от Алматы, где был обнаружен один из главных символов современного Казахстана – золотой человек. И вообще становление казахстанской археологии, именно как особой отрасли исторического знания, происходило в те годы, когда во главе археологии стоял Акишев. К числу самых знаменитых объектов обычно относят открытие сахского могильника Бешатыр, расположенного на реке Ильи, ну и, естественно, города Великого Шелкового Пути.